Даня Милохин умер или хайпится на своей смерти? Легкодоступная девушка. Ну, короче, это жопа. Вау, вам что делать, нечего. И тут, типа, вопрос еще, кто на ком хайпится. Вот такая вечеринка. Здравствуйте, ребят, с вами Покровская Анна, и это прогноз погоды. В Москве сегодня ужасно много снега. Из-за снегопадов ситуация на дороге ухудшилась. В пробках мы теперь стоим по три часа, ребята, по три часа. Ну, а еще на дороге переворачиваются фуры, куча аварий, и вот такой вот пипец происходит в Москве. Я просто не могла с вами этим не поделиться, потому что у нас уже четвертый день. Ужас какой-то. Сегодня мы открываем окно, просто вот такие вот снегопады, вот такие вот кучи снега. Мы такие, посидим-ка мы дома. А наши дела такие, не добирайтесь до центра по три часа. Ну, короче, это жопа. И я не знаю, когда это закончится в Москве. А теперь к новостям. Просто это была очень важная новость. А, нет, сейчас здесь вы увидите лучшие комментарии с предыдущего выпуска. Вы готовы? Тогда давайте. Спасибо вам огромное, ребята, что вы пишете комментарии, что вы вообще смотрите ролики, смотрите меня. Потому что, лол, вам что делать нечего. Ладно, шучу. А где же вы еще все новости-то будете узнавать? Давайте ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, чтобы попасть в следующий выпуск. А мы поехали. Вышел трек и вышел клип Дани. Выдыхай боль и твои духи, наконец-то. Надеюсь, что вы уже посмотрели клип, потому что он уверенно держится на втором месте Ютуба. Потому что на первом у нас политический ролик. И они в последнее время, ну, заполняют Ютуб, ну, это понятное дело. Но Даню у нас просто разорвал. Клип получился офигенный. Там история школьной любви. И он такой рок-звезда. Но мне кажется, там все девчонки такие... Ну и плюс в клипе снимались его подписчики. И у меня теперь каждое видео в ТикТоке. Это девчонки со съемок что-то выкладывают. Как они обнимаются с Даней. Как они счастливы. Это очень круто. Кстати, я тоже буквально через пару дней начинаю снимать свой клип. И там будет история. Там будет даже мини-фильм. Это такой вам инсайт. Поэтому ждите. Я думаю, что вам тоже понравится клип на «Последнего предателя». Егор Шип распускает слухи. В своем шоу «Шип Шиперита» Егор рассказывает только правду. Предоставляет факты и так далее. Он берет пару какую-то хайповую и разбирает их отношения. Так вот, недавно он выпустил выпуск, где разбирает отношения Клавы Коки и Димы Гордея. Кстати, в этот выпуск еще попали мы с Артуром и Даня с Юлей. Но совсем скоро этот выпуск был удален. Егор сказал, что «Блэк Стар» сказали ему удалить его, потому что там использованы недостоверные факты. Мне написали из «Блэк Стара», предъявили настоящую информацию по поводу отношения Клавы Коки и Димы Гордея. В общем, оказалось так, что желаемое мы выдали за действительное. Егор удалил ролик, извинился перед Клавой. В этом ролике, кстати, еще принимала участие Мия Бойко, она тоже извинилась. И Клава выложила к себе в историю такую, типа, татку, то, что я думала, что только бабы распускают слухи, но нет. Жалко, что твой грязный хайп не удался. Что-то такое. Если честно, дословно не помню. Я, наверное, никак не буду комментировать эту новость, но мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Поэтому напишите свое мнение в комментариях. Короче, блогер и певец Русса рассказал в своем ТикТоке, что Валя Коренавал заблокировала его. И он сказал, если ты уберешь меня из черного списка, я сожгу Найки и шубу Егора. Но я так понимаю, что он прошиба, потому что он его друг. Валя никак не реагирует на него, а он, в свою очередь, как раз-таки выкладывает, не знаю, реально, я уже видела в рекомендациях ТикТоков 5, о том, что Валя заблокировала. Не знаю, по-моему, он сильно форсит эту тему и как-то не нравится мне такое. Ну, заблокировала и заблокировала, что бы гнеть-то, значит, было за что. Удаление постов в аккаунте у Дины Саевой. Один из своих историй рассказал о том, что все ее последние публикации сносят, потому что фотки слишком откровенные, а девушка является мусульманкой. Из-за этого на нее поступают неоднократные жалобы и так далее. Плюс ей еще пишут угрозы в директ, присылают угрозы ее семье. И вот это уже, конечно, не шутки. Я с уважением отношусь к каждой религии. Единственное, что мне кажется угрожать расправой девушки за то, что она хочет просто быть собой, это какой-то перебор. Сейчас даже пользователи в сети запустили массовый флешмоб, где выкладывают фото Дины и пишут, а сестра, где твой хиджаб, что-то такое. Ну, конечно, жестко. Dream Team раскритиковали. Сразу говорю, что я не хочу ни с кем ругаться, тем более с Hype House, с Катей, потому что мы очень хорошо общаемся. Но осветить эту ситуацию я должна, потому что это касается лично нас, Dream Team. Катя в своем последнем выпуске сказала о том, что это что, тренд такой пошел звать в Dream Team свою парочку? Типа Янгер, Рыжик, Эсми, Никита. Вы что, там резиновые? По-моему, лучше иметь меньше человек, быть одной семьей и не делиться на какие-то группки. Блин, ну, во-первых, вы же не знаете, как у нас все устроено. И, во-вторых, да, мы резиновые. И, как сказал Ярик, вот наберем человек 20 дружного коллектива и тогда остановимся. У нас все прекрасно, нам нравится, что нас так много, нам весело. И нас это никак не смущает, поэтому каждому свое, а нам так комфортно. Ну, и тем более, Эсми не является участником Dream Team, а просто мы все супер хорошо с ней дружим. Она супер хорошая и добрая девочка. Кстати, у Кати опять случился мини-скандал еще и с XO, потому что она сказала, ну, не сказала прямым текстом, намекнула, что Лиза Василенко новая участница XO, ну, уже не новая, но относительно, легкодоступная девушка. Вот такая вечеринка. Соня Слипи против Кати Адушкиной. Короче, в прошлом выпуске я вам рассказывала о том, что у Кати и Никиты случился какой-то мини-скандал. Катя сказала, что он с ней не здоровается, а он выложил в историю такую откровенную жесть. И сейчас этот скандал вмешалась с Липи, девушка Никиты, заступница. И я сейчас скажу, что она написала о своих историях. Она сказала, что Катя постоянно пытается хайпануть на Никите, в том числе вспоминать Никиту в грязных шоу, и при этом бегать от него, не желая общаться. Или даже здороваться, делая свои мерзкие пакости у него за спиной. Также Соня сказала, что Катя пытается научиться петь и пародирует достойную американскую певицу. В свою очередь, Катя практически тоже никак на это не отреагировала, а просто выложила черный экран и писала, лол, пародирую известную американскую певицу, не умею петь и бла-бла-бла, ну типа так, сарказмом немножечко. Ребят, давайте жить дружно, пожалуйста, не выносить ссоры судьбы и не делать такие скандалы из ничего на весь интернет. Но единственное, что я скажу, я, правда, лично знакома с Катей, я вижу, как она работает, как она хи***ет. И мне очень понравился пост в ВПШ, где написали, ну просто приложили скрины, типа Катя Адышкина, и у нее там почти 6 миллионов подписчиков в Инстаграм, Никита со Слипи. И тут типа вопрос еще, кто на ком хайпится. Я не хочу никого осуждать, я просто лишь хочу, чтобы все жили дружно и не ругались. Ребят, а вот тут вот такая новость, что Даня Милохин умер или хайпится на своей смерти. Тьфу-тьфу-тьфу, вообще ненавижу такое говорить, но просто сейчас в сети пошла информация о том, что случилось с Даней. В Википедии кто-то приписал ему дату смерти, как и другим многим звездам. И даже мне в комментариях в ТикТоке пишут, Аня, что с Даней? Ребят, с Даней все прекрасно, смотрите его истории. Живой, здоровый, бегает, снимается, работает, он еще всех у нас вместе взятых переживет, мне кажется. И вообще не понимаю тех людей, которые такое делают. Как так можно? У вас вообще ничего святого, что ли, нет? Дата смерти, ёптерэп. Инстаграм будет удалять профили людей за оскорбления в личных сообщениях. Раньше за это можно было получить только бан, а сейчас ваш профиль может быть удален навсегда. Понятно, хейтеры? Но я так понимаю, что это будет распространяться на каких-то известных людей, возможно, баталии между известными личностями или в их сторону, потому что всех отследить невозможно. Но вот сейчас произошла ситуация с футбольным клубом Манчестер Юнайт, которым после чемпионата российские подписчики стали присылать какой-то директ, просто оскорбление. И вот Инстаграм погрозился удалять такие аккаунты. Прикиньте, как вы думаете, будет реально Инстаграм это делать или нет? А это были все новости на сегодняшний день. Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, попадайте в мой следующий ролик. Ну и, конечно, подписывайся на канал, если еще не подписан. Я вас очень люблю, целую, а мне надо ехать на ноготочки, потому что у меня капец тут на руке. Все ногти поломались, блин, ну капец, как бомжиха хожу. Только как я сейчас доеду, если там такой снегопад? Железа мило, а мы с компешкой дружны.